Расширенные коллеги – это прежде всего подведение итогов за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, благодарностью Министерства труда и социальной защиты России награждена заместителем директора Чаданского дома-интерната для престарелых и инвалидов Элла Мангуш. Я начала работать с открытия этого дома-интерната, Чаданского дома-интерната. И вот стаж у меня вместе развивается и рос вместе с домом-интернатом. Социальная работа – это тоже очень интересный вид работы. Очень любим нашу работу, свою работу и своим подопечным, получать социальные услуги. Наш руководитель Владимир Кумьёвыч работает с открытием нашего дома-интерната и работает по сей день. Он лучший руководитель. Дипломом Министерства труда и социальной политики Тувы отмечена Чечена Ламажа. Инструктор по лечебной физкультуре Кызылского дома-интерната для престарелых и инвалидов заняла первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В основном мы работаем в разработке верхней и нижней дыхательной системы, верхней и нижней конечностей и острое нарушение мозгового кровообращения. Как мы восстанавливаем здоровый образ жизни всех наших наших подопечных и реабилитации инвалидов. В срождении работаю 10 лет. Общий стаж у меня 23 года. В прошлом году по показателю общий уровень безработицы, как сообщили на расширенной коллегии, был достигнут рекорд. Исторический минимум по уровню общей безработицы в Туве был достигнут в октябре прошлого года и составил 7,9. Для сравнения, в 2021 году это были 15%. Рад на то, что в прошлом году начался очень активный прием заявлений от граждан на едином цифровом портале «Работа России». Из числа обратился 32 тысяч человек, значит 56% они обратились за поиском работы. 44 из них было признаны безработными. Им была обеспечена занятость или трудоустроена порядка 10 600 человек. В том числе на постоянную работу 54% и на временную работу 45%. Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования безработных граждан – одно из приоритетных направлений. На эти серии мы направили 7,7 миллионов рублей, прошли обучение 526 граждан. Планку исполняют с превышением на 5,2%. Тут устроено 387 человек. При плане 66 мы трудоустроили из них порядка 74%. Один из главных критериев итогов работы – это исполнение мероприятий по реализации послания главу ТВ Верховному Хуралу. Так выполнен полный переход предоставления мер социальной поддержки через автоматизированную систему управления персональными данными, единый социальный регистр населения. Благодаря этому повысилась эффективность и правомерность назначения выплаты мер социальной поддержки. Открытый и многофункциональный семейный центр. Произошел и процесс реорганизации Минтруда. Создан штаб помощи военнослужащим. По поручению главы Республики ТВА, все мы знаем, что в прошлом году был создан Республиканский штаб. Данный штаб у нас создан на базе объекта Министерства труда. Основная часть практической работы, организационной работы, норматоргической работы, конечно же, легла на Министерство труда и по сей день данная работа так и сохранилась. В части работы с мобилизованными гражданами, в части работы с семьями участников специальной военной операции, конечно же, тут без органов социальной защиты населения не обойтись. Поэтому, на мой взгляд, здесь основную роль играет все-таки Министерство труда и органы социальной защиты на местах. В прошлом году 3624 многодетных семей получили социальный уголь. А участниками проекта «Социальный картофель» получено свыше 635 тонн картофеля. Это в среднем 100 килограммов на одну семью. Хорошие показатели и по реализации социального контракта. Участниками стали более 4000 человек.